На четыре дни Октябрьский район стал местом, где объединялась минулая и сучастность. Тут пройшел девятый республиканский фестиваль файклорного мастатства «Бирогиня». Танцы, песни и декоративно-прикладную творчесть минулых ста годов на им представило миновито молодое поколение. Причем всё лето не только из Беларуси, а и из России, Украины, Литвы, Польши, Сербии и Чехии. Тому колоннами этой «Бирогиней» стало не только захование народных традиций, а и демонстрация их уникальности как для Беларуси, так и для инших сусветных культур. Фестиваль «Бирогиня» объединял вокруг себя у всех нас. Это гонор нашей Октябрьшины, а коллектив Рудобельской озерочке, можно сказать, является застрельщиком этого чудового фестиваля. И он прошел на вот несколько этапов. Свою историю фестиваль в Одессе с 1998 года. Сюля-то же он прошел в девятый раз. Дарый, что масштабы мероприемства растут с невероходной худкостью, начинался он как региональный. С часом на бою статус республиканского, и на этом спинять свое развитие не сбирается. Для пораунания у минулый раз удельниками фестивалю были 500 человек. В этом году Амаль у два раза больше. Причем проходил он уже под эгидой ЮНЕСКО в рамках конвенции о бахове нематериальной культурной испадщины. Дякую тому, что тут поширилась около удельников, удельников, которые представляют замежные краины, то безумовно, конечно, это наступный шлях, наступный крок, это то, что он станет международным фестивалем, и по сути он уже таким собой и являет. Так что, нехай протягивается надалее, добрый шлях, как кажется, в фестивале. Сюля-то Берагиня складалась из некольких фестов разных накерунков. Упобутовые танцы, музычные инструментальные копылы, вокальное выконание и многое иншее. У целом конкурсанты споборничали у девяти номинациях. Найбольше мощными опынулись коллективы из Воложенского района Минской области и господары из Октябрьского. Замежных жагучно заявили про себя сербские и чешские артисты. Такую оценку дала экспертная рада, в склад которой вошли ведомые деятшие культуры и мастерства Беларуси. Однако головной задачей фестивалю было не столько выявление переможцам, сколько и захований уникальных народных традиций и подтримания коллективов, которые и выходят на сцену для этой мыты. Уже само название фестиваля «Берагиня» говорит о том, что нужно беречь. Это говорит о том, что если те новые поколения, которые сегодня живут в стране, берегут свою спадшину, свою историю, то у страны есть будущее. Ганна Ковалева, Сергей Лукашук, Зактябрьского района.